Он тоже в тропическом исполнении, пассажирское и грузовое решение, при этом мы спилотируем их одновременно на линии, то есть линия показывает, что у нее достаточно большой запас мощности, потому что нагрузка на нее сейчас у нас фактически увеличилась больше, чем в два раза. Но она сплотируется в нормальном штатном режиме. И себестоимость перевозок грузовых у нас очень низкая, это где-то в пределах доллара за 100 тонн на километр, или цент за тонн на километр. То есть мы можем тонну груза перевести на 100 километров за доллар. Поэтому рынок тоже грузовых перевозок для нашей системы Юскай, он огромен. Это все страны мира, это вся планета. Управление здесь фактически старт, остановка, движение, все осуществляется в автоматическом режиме. И вот у нас тут оператор находится, который эти команды выполняет. Ну, принимает решение, когда начинают движение, когда останавливаются. То есть здесь идет фактически не управление, а контроль за управлением, потому что управляет все автоматическая система управления, которую мы спроектировали. Причем мы спроектировали в логике управлять комплексом, а не одной машиной, потому что на трассе, может быть, сотни тысячи, а на сети дороги миллионы машин, которые будут двигаться с разной скоростью, находиться в разных местах. Какие-то из них будут на станции, какие-то будут в пути, там же будут и грузовые перевозки. И вот это вот все должно обслуживаться, естественно, с диспетчерских пунктов, где люди должны контролировать операторы, как это все функционирует, но все будет работать в автоматическом режиме. И только в случае каких-то форс-мажорных обстоятельств, какие-то ЧП и так далее, человек включается и принимает решение, чтобы этого избежать. И это тоже наша большая заслуга, потому что мы, наверное, впервые разработали автоматическую систему управления для комплекса. А для этого обычно есть система управления машиной, допустим, вот, электромобиль Тесла. Там и то, она еще не доведет до конца. Система управления управляет только одной машиной. Он не управляет соседними машинами, следующими машинами, не управляет там гаражами, заправками, дорогой, перекрестками, переездами и так далее, что происходит у нас. И достаточно решения простые, видите, диспетчерская тоже у нас небольшая, но она может обслуживать весь комплекс, которые, все комплексы, которые мы здесь строим в ШАЖе. Все трассы, все станции, все машины. Расскажите подробнее о других объектах, находящихся на этапе строительства. Если взять линию 2, она вот здесь вот идет, то завершен монтаж 46 промежуточных опор, они арочного типа, и строительные работы на первой анкерной опоре. Заложен фундамент и нижний уровень бетонных стен на второй анкерной опоре. Ведутся иные строительные и инженерные работы. Окончание этих работ запланировано на осень 2022 года. Если взять линию 4, то мы стоим вот фактически под ней. Здесь также завершен монтаж 8 промежуточных опор, они видны. Строительные работы, инженерные сети на обеих анкерных опорах, вот на это и дальние. Началась подготовка к монтажу струнно-рельсовой путевой структуры. Мы видим здесь леса, потому что здесь монтаж будет идти и над дорогой асфальтной, и поэтому, естественно, мы должны монтировать так, чтобы не мешать движению. Завершаются монтажные работы первого этапа. Это сборка анкерных узлов на анкерных опорах. Ведутся подготовительные работы по подключению источника питания. И окончание всех работ мы также запланировали на осень 2022 года. Ну и к тому же мы планируем в этом году, уже в конце года, ввести эту линию в эксплуатацию. И одновременно с этим на нашем производстве в Минске, в Белоруссии, разработана и изготовлена новая модель городской пассажирской модели. Это ЮПОТ. Она, эта машина вместимостью 25 пассажиров. Она именно будет здесь эксплуатироваться, на этой линии, которая будет развивать скорость до 150 км в час. И линия позволит развить такую скорость. И таким образом, в целом, можно сказать, что все работы, которые мы планировали, движутся по графику, несмотря на все трудности и проблемы, с которыми нам приходится сталкиваться сейчас, ввиду особой геополитической ситуации в мире. Вы рассказали о новой модели городского транспорта, над которой работала ваша белорусская команда. Какие еще работы ведутся сейчас в вашем головном офисе в Минске? В Минске, в первую очередь, сейчас идет активная работа в рамках... Так, друзья, всех приветствую. Да, вот специально остановил на этой ноте видео Анатолия Давыдовича, где он сказал, да... Это видео, кстати, уже... Уже ушло... Вернее, не видео, а события, которые происходят сейчас именно в Шарже, они ушли намного дальше, да, намного дальше. Но все равно, вот, знаете, вот именно последняя часть, прям буквально там 10 секунд поставлю еще раз, внимательно вот послушайте, и я заодно с вами тоже послушаю, что сказал Анатолий Давыдович. Опор, они видны. Строительные работы, инженерные сети на обеих анкерных опорах, вот на это и дальние. Началась подготовка к монтажу струнно-рельсовой путевой структуры, мы видим здесь леса, потому что здесь монтаж будет идти и над дорогой асфальтной, и поэтому, естественно, мы должны монтировать так, чтобы не мешать движению. Это как раз ответ на тот вопрос, который задавали очень много, я в чатах смотрю, партнеры, задавали вопрос, а что за леса, для чего леса? Леса построены специально, чтобы не препятствовать движению автомобилей по магистрали, которые проходят внизу. Завершаются монтажные работы первого этапа. Это сборка анкерных узлов на анкерных опорах. Ведутся подготовительные работы по подключению источника питания. И окончание всех работ мы также запланировали на осень 2022 года. Ну и к тому же мы планируем в этом году, уже в конце года. То есть окончание всех работ на осень 2022 года. Но смотрите, сколько Анатолий Леоадович между строк еще сказал всевозможных вещей. Подключение электричества и еще, и еще, и еще. Коллеги, я вот прям, знаете, рекомендую пересматривать, пересматривать именно видео, пересматривать, прослушивать. И там как раз есть те моменты, которые освещают именно события, которые происходят в нашей компании. Вижу очень много дебатов всевозможных в чатах. Не всегда присутствую в чатах, но если есть время, иногда заглядываю, смотрю, чем живет сообщество, как двигается. Потому что все, знаете, наши члены управления и представители членов управления и все руководства, и те, кто руководит отделами, они, конечно, очень серьезно так заняты и целеноустремленно, знаете, так работают. Ну, я сам по себе вот сейчас вижу, в связи с тем, что я сейчас возглавляю вот именно этот отдел, да, и столкнулся, и открылись там определенные информационные составляющие. Их настолько много. Их нужно изучать, ими нужно владеть. И я очень рад, что мои, знаете, мои именно, вот, знаете, когда я говорил на вебинарах, что моя чуйка меня не подводит, что-то мне кажется, я говорил, что что-то грядет. Так что все у нас, друзья, в этом плане, чуйка меня не подвела. Потому что в связи с тем, что сейчас я окунулся очень серьезно именно в отдел, вот, Владислав Волков меня зовут, кто будет смотреть впервые. Я сейчас на сегодняшний день руковожу именно этим направлением. Вот. Но сегодня я не очень много буду говорить о струнных транспортных систем, потому что которые и на Земле, и готовятся в космос уже. Да, мы, в принципе, в нашей миссии и в нашей философии прописана и та глубина, и та составляющая... Да, вот сейчас опять включился. Та глубина и составляющая, которая прописана именно в книгах и вообще в миссии нашей, это совершенно другое, да. Это действительно глубокое, это действительно очень серьезное и многого, многого... Сейчас, секундочку, что-то у меня здесь со звуком. Сейчас, секундочку. Так, вот сейчас, как у нас... Как со звуком? Вроде есть, да, у нас? Так, хорошо, идем дальше. Вроде есть. Так, идем дальше. Значит, меня зовут Владислав Волков. Я на сегодняшний день возглавляю вот отдел адресных проектов. Я о нем еще раз вкратце скажу, да, вкратце скажу. Сегодня наш вебинар посвящен именно технологии, которую мы с вами, те, кто уже бывало, и те, кто уже давно в проекте, именно технологию единицкий стринг-технологич. Мы сейчас, мы на сегодняшний день так называемся. Мы сделали, произвели ребрендинг, и ребрендинг этот именно направлен на правильный выход, корректный выход именно на мировой уровень. Это очень важно. Это очень важно. Антон Дадыч неоднократно об этом говорил, и, соответственно, мы шагаем именно по тем шагам, которые прописал Антон Дадыч. И проговаривает. Не только прописал, но и проговаривает. Про эту технологию очень много сейчас что и кто вещает. Говорят об этом очень много. Есть очень много скептиков, есть очень много людей, которые просто не доверяют, просто не видят в этом будущего. А есть люди, и я общаюсь вот в связи с тем, что я сейчас уже сталкиваюсь именно с теми людьми, которые пишут мне на официальную почту с запросами, с всевозможными вопросами. И очень много технических вопросов, естественно, очень много состыковок с отделом Юнистский Среди Технологи, именно со специалистами, потому что нужно корректно уже отвечать о именно пассажире потоки, о всевозможных технических моментах. Там очень-очень много всевозможных вопросов, но это и радует. Знаете, когда вот человек, который заинтересован в том или ином регионе, он не задает вопросы, это говорит о том, что, ну, значит, у человека не глубокая заинтересованность, либо поверхностная, либо он просто зашел как гость, знаете, только поинтересоваться. Поэтому еще раз Владислав Фолков, Технический университет, Технический университет я закончил. По специальности я инженер-механик. Руковожу с 15-го года направлением Бельгии и был в Санкт-Петербург, но в связи с нагруженностью осталась Бельгия и на сегодняшний день вот именно отдел адресных проектов, я бы так сказал, отдел подготовки адресных проектов при SkyWorld Community для юницкий string technologies. Это будет вот правильно. Это будет правильно. Потому что все, все, все наши полностью проекты, конечно же, конечно же и feasibility stage, технико-экономическое обоснование и все, что связано с цифрами и с жесткими позициями, это все юницкий string technologies, инженеры, и это должно быть так. Да, как раз вот на данном слайде вы видите основателя нашей компании Анатолия Леодовича, юницкого, генерального конструкции, конструктора ЗАО струнной технологии. Это основатель именно этой технологии. Та технология, которая выходит на сегодняшний день на рынок. И мы этому помогаем. Этому помогаем и нам, коллеги, осталось прям вот маленький-маленький шажок. А когда-то, когда-то это была идея. Идея, но она опережала время. Поэтому та идея, которая была в 2000 году, помним, город Озёры, это она тогда опережала время, конечно. Опережала время. И тот ЗИЛ, который, помните, бороздил именно путевую структуру, он опережал время. Тогда мы показывали путевую структуру, но тогда мы работали на опережение. И спасибо большое этим цифрам, которые нам помогают сейчас. Нам помогают и мы опираемся на ту базу, которая была тогда. На сегодняшний день те, кто был в Мариной Горке, этот прекраснейший ЗИЛ стоит вот в таком, на таком пьедестале. Это, можно сказать, папа нашего вида транспорта. Но здесь нужно немножко делать оговорку, потому что тогда мы испытывали путевую структуру, не сам ЗИЛ. Сам ЗИЛ, конечно, уже военными структурами был испытан давно. Дубай. Дубай, помним, юнибайк двухместный, те, кто помнят, и на Транс 2016, когда именно эта машина красава, красава такая, она красавец, я бы так сказал, двухместный юнибайк, он тогда уже прошел свои тестовые испытания, показал скорость, определенную на 950 метрах, помним, он разогнался до 102 километров, если бы была трасса чуть-чуть подлиннее, я думаю, что он и показал бы и все 150, это точно, и на заднем сидении, как раз, где я сейчас нахожусь, там была еще возможность, помните, тогда крутить педали, то есть вырабатывать посредством динамо-машины в наши аккумуляторы, аккумуляторы, которые находятся наверху, энергию, но это было техническое решение такое, такой своеобразный трюк маркетинговый, но тем не менее это было, и это возможности есть, но вот именно этот первый юнибайк, он сейчас стоит у Анатоли Адовича в кабинете, вот сейчас видите фотографии, это как раз кабинет Анатоли Адовича и низкого, он там стоит, каждый посетитель и каждый приехавший в Минск и посетивший Анатоли Адовича и, естественно, инженеров, он может пощупать, потрогать воочию именно этот первый самый юнибайк, именно там вы видите надпись на арабском языке Skyport и Дубай, да, вот, хорошая машина, прекрасная машина, очень такая, я бы сказал, такая, знаете, первая, для первой, для первой машины это, конечно, но фурор, естественно, вторая машина, вот вы видите, VIP-машина, которая сейчас бороздит просторы арабского мира, я имею в виду трассу в Шарже, да, естественно, не переставая со станции на станцию перевозит наших партнеров, клиентов и всевозможных посетителей, кстати, очень хорошо себя показала машина в этих климатических условиях 78 градусов и без поломок, я спрашивал Олега Зарецкого, Олег Зарецкий Гео, как раз именно компания, которая отвечает на Барабских Эмиратах, да, и вы знаете, он ведет именно направление все, что связано с тем миром, он сказал, что эта машина показала себя очень, ну, просто на высоте, просто на высоте все агрегаты сработали четко, вот все это время машина не стоит нон-стопом каждый день, то есть каждый день она работает и вот по этой трассе передвигается и, в общем-то, мы на сегодняшний день точно можем сказать, что эта техника в тех суровых условиях климатических она достойно выдержала, сейчас, кстати, у меня, я веду как раз переписку с человеком, который задает вопрос именно по климатическим условиям, которые жесткие, я имею в виду жестокие такие, и мороз, и песок, и все вместе взятое там. Машина, если внутри, снаружи она кажется очень красивая, такая футуристическая, но внутри, она очень напичканная, напичканная, достойна, в плане каком, инженерно продуманная, я вот так скажу, то есть ничего лишнего нет, все на своих местах, четко, чтобы были доступности для инженерного состава, технического состава, и машина, в общем-то, вот в разрезе, она, ну, если вот показывать именно тем, кому это интересно и кому это нужно, то машина, в общем-то, такая серьезная, очень серьезная машина, и вот что старое, снова новое, да, это, пройдусь просто по этим фотографиям, вот эта фотография мне очень нравится, и я все это время искал информацию, где это именно находится и откуда эта фотография, знаете, было очень сложно найти, но тем не менее, я нашел, это строительство Транссибирской магистрали, 1800-1900 год, то есть, вот так давно, да, наши предки, наши предки, уже знавшие очень хорошо техническую составляющую именно путевой структуры, вот так вот вагоны на таких анкерных опорах, именно промежуточных опорах, я бы так скажу, да, почему именно что старое, снова новое, потому что когда-то я, Анатолий Ладачич, спросил, откуда он черпает свои идеи и всевозможные новшества по нашей технологии, он сказал, Ислав, я в принципе ничего нового не придумывал, все, наши деды и прадеды уже придумали, нужно просто собрать, знать физику, математику, усопромат, геометрию, ну и так далее, и так далее, так вот немножко, да, и получится Skyway, поэтому те кадры, если поискать в литературе, конечно же, очень много и подвесных, монорельсовых, дорог романовых под Петербургом, да, где действующая действительно модель была братом царя, тогда он ее пролоббировал, правда, она потребляла очень много электроэнергии, но тем не менее 15 миль в день у них планировалось строительство и скорость довольно-таки большая была, это, кстати, этот прототип рабочий, прототип рабочий и он был запущен, и там была и противосходная система тоже в своем исполнении таком, да, то есть я к чему это, к тому, что вот как из той, из истории можно почерпнуть вот на сегодняшний день очень много всевозможных прекрасных таких технических решений, не говоря уже о трамвае, помним, как трамвай заходил, и, конечно же, большое, большое, огромадное спасибо и благодарность вот Федору Иполоновичу Пероцкому, Пероцкий, да, это основатель и человек, который вот именно продвигал трамвай, трамвай, и это первая электрическая машина, но она тогда до того, как она была в жизнь запущена, конечно же, перемещались посредством гужевого транспорта все вот эти кабинки, если так можно сказать, по рельсам, кабинки ездили по рельсам, но тем не менее, тем не менее, тем не менее, если посмотреть в историю, все это было, все это было, электрические модели, вот видите, инженер Романов в России, 1900-й год, первый автобусный парк из пяти электроавтобусов, я тогда еще нашел информацию, что проезд на этом электроавтобусе стоимость была 5 рублей, по-моему, что-то такое, если я не ошибаюсь, но меня тогда поразила вот эта составляющая, я в то время нашел информацию о том, сколько получал обычный крестьянин в деревне, он получал 3 рубля, а проезд на этом транспорте стоил 5 рублей, поэтому не каждый мог себе позволить проехать на такой инновационной технике, но тем не менее это было, это было в течение, по-моему, 7 или 8 месяцев существовал в Москве вот такой парк автобусов, он действительно автобусный парк, существовал, ездил, передвигался, двигался, но потом все это сошло на нет, потому что все-таки должно быть поддержка, должна была быть в то время что-то еще, не знаю почему, но в общем это дальше не пошло, но тем не менее инженерная мысль тогда она не останавливалась и сейчас она тоже не останавливается и мы очень много, колоссальные всевозможные решения можем на сегодняшний день найти в интернете, всевозможные машинки, велосипеды, ЕЗ-10, вот этот микроавтобус в Германии, который пробует ездить самостоятельно на 360 градусов зрения плюс машина Аптера, которая питается электроэнергией посредством солнечных лучей, впитывая через кожу, если вот так можно сказать, через фюзеляр свой, да, кстати, хорошее очень решение, я думаю, что мы сможем это тоже у себя внедрить в нашем Юнибусе, потому что наш Юнибус тоже, в принципе, посредством солнечных, солнечного впитывания может напитывать батареи, всевозможные вот триго, раздвигающиеся колеса, на трассе он раздвигал колеса, при этом устойчивость у него была, ну, эта модель есть, но он не пошел в серийку, да, и всевозможные мотоциклы, найдете все, на простой ренте сейчас просто бешеное количество всевозможных вещей, да, именно в этом направлении, вот из Голландии видите, такой вот своеобразный велосипед, в Голландии очень, кстати, в Голландии это пошло, почему, потому что в Голландии очень хорошо развито велосипедные движения, там дорожки, все, что с этим связано, и сами голландцы уже привыкли к тому, что велосипед на дороге поворачивая направо, ты должен обязательно посмотреть в зеркало и очень хорошо посмотреть, не едет ли там велосипедист, что бывали такие случаи, я сам лично очень много ездил в Голландии, в Бельгии тоже, в этом плане тоже, и очень часто, очень часто было, когда человек просто поворачивая направо, получилось, получалось, велосипедист тоже уходил направо, дабы не попасть в аварию, и очень много случаев было, вот в Голландии эта машинка пошла, электрическая модель, вот такого плана, разноцветная, полулежачем виде, ну вот она пошла, и там она пользуется спросом, не знаю, как на сегодняшний день, но вот в Голландии пошло, электровсевозможные скутеры водяные и так далее, и так далее, но у нас, к чему я это все говорю, что мы совершенно другие, мы вообще совершенно другие, у нас совершенно другая рельса, у нас совершенно другое идет взаимодействие колесо-рельс, то есть у нас контакт идет через рельс, то есть мы передаем электричество посредством контакта, то есть мы совершенно другие, у нас другой Мотор-колесо, у нас другие взаимодействия, у нас другое аэродомическое сопротивление, мы на втором уровне, и основа у нас, конечно же, наша основа – это струнные рельсы. Струнные рельсы, у нас их на сегодняшний день 5 видов, но 3 основных, вот эти 3 основных слева – это жесткий рельс, гибкий рельс в середине и полужесткий рельс. Полужесткий рельс для тех, кто был в Экотехнопарке в Мариной Горке – это как раз на высоте 3 метров идет передвижение. Дальше идет провисающий гибкий рельс и жесткий рельс – это как раз путевая структура для Юниконта и для высокоскоростной. Но плюс еще на сегодняшний день в Арабских Эмиратах, мы знаем, мы строим, там другая путевая структура, более усиленная. Она уже не, она как не жесткий рельс, не как эстакада идет, но немножко другая. Но тем не менее она выдерживает тоже такие же нагрузки. Мне очень нравится гибкий рельс. Почему? Потому что посредством именно гибкой вот этой системы мы можем шагать из пункта А в пункт Б на расстояние до 2 километров. То есть расстояние вот это очень важно. Я сейчас по своей роду деятельности получаю очень, ну вот порядка последние 3 или 4 запроса были переход через реку. Возможно ли осуществить переход через реку вот посредством нашего вида транспорта? Да, возможно, то есть там расстояние небольшое. В основном 800, 900, 500, 600, до километра. Для нас вообще просто потрясающе. То есть самое такое оптимальное хорошее расстояние. В принципе, мы можем и 2 километра шагнуть. Но здесь, еще в этом гибком рельсе, мне больше всего он нравится, потому что здесь мы можем, мы используем закон притяжения земли. Здесь мы вообще, в принципе, от слова совсем, можем не использовать электричество, имея небольшое количество в аккумуляторах для старта. И все, и пошла машина вниз, потом рекуперируем. Опять данная станция за счет рекуперированной энергии мы передвигаемся. И опять мы пошли вниз и так далее. И вот таким вот синусоидальным движением мы можем передвигаться на колоссальное количество километров. Именно этот путевой путь мне, во всяком случае, это мое личное мнение, мне очень нравится. Хотя, в принципе, все остальные, да, все остальные, они ничем не хуже и тоже достойные. Тоже достойные, но под другие уже технические возможности. Очень много коллег сейчас, на сегодняшний день, присылает мне всевозможных вырезок, ссылок на, вот видите, поиск Хупертюб. Установил там новый рекорд скорости, всевозможные какие-то новые там разработки. Вот Кат Якобс из Бельгии мне прислала когда-то магнитно-левитационную систему SkyTrain. Да, Train там, в общем, еще и еще и еще великолепно. То есть вот бесшумный дрон и так далее. Супер, то есть все это возможность, да, возможно, это технические разработки, кто-то в это вкладывает деньги. Я буду очень рад, если это все получится, пойдет. Но у нас совершенно другое направление. То есть у нас свое направление, и я считаю, что наше направление, оно не просто достойное, оно вот настолько великолепное. И на сегодняшний день я просто вижу по роду деятельности, насколько идет вот даже взаимодействие, я вот так бы сказал, взаимодействие с теми партнерами, которые были в стендбайе. Которые были в стендбайе, ждали, смотрели. И вот на сегодняшний день, даже если вы посмотрите, все составляющие, они открыты. И сегодня взаимодействие идет с Индией, очень корректно. И мы освещаем то, что можно в наших новостных страницах. На наших новостных страницах это можно, в принципе, посмотреть. И, конечно же, Антон Львадович Юницкий, ему большое-большое спасибо. Он сейчас находится в Арабских Эмиратах. И вот завтра утром в 5 утра я выезжаю на машине через границу, мне надо пересечь. И там далее я лечу самолетом в Минск. У меня деловая встреча именно по моему направлению, именно по направлению по адресным проектам. Я буду в Минске и в Минске буду с коллегами техническими и с Евгением Петровым, руководителем адресных проектов от ЮСТ. Мы будем как раз вести беседу по моему направлению. Это очень важно. Это очень важно и работа ведется. Я сейчас окунулся в это направление с головой. И, друзья, коллеги, кто еще не знает, кто будет смотреть, я просто всех прошу контактировать со мной именно в плане, если у вас где-то есть наработки, если вы уже когда-то начинали, если вы с кем-то контактировали. Я сейчас не буду проходить по слайдам и еще раз проговаривать то, что я проговаривал на прошлом вебинаре именно по этой презентации. Я просто ее буду листать и в то же время говорить. И, значит, прошу всех писать. Я сейчас дойду до того слайда и акцентирую. Здесь есть цель отдела, задача отдела. Для чего именно был создан этот отдел? Этот отдел был создан в помощь нашей компании головной для того, чтобы обработать и подготовить именно, я бы так сказал, лид или составляющую. Потому что я вам честно скажу, что на сегодняшний день из тех, кто обращается ко мне с тем или иным запросом после переписки небольшой, потом высылается им определенный на такой лист из составляющих приблизительно плюс-минус 20 вопросов, и все, человек пропадает. Да, вот как-то вот так. И, знаете, вот это даже и хорошо. С одной стороны, меня это не очень радует, что я потратил время. А с другой стороны, я всегда говорю себе, ну вот, друзья, я освободил головную компанию от, допустим, названного генерала, я бы вот так скажу. Очень много людей просто, знаете, пишут, начинают, вот сейчас скажу это слово, долбить, писать еще раз, еще, 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 потом пропадает. Проходит, получается, ну, человек затратил неделю, что-то там поотвечал, ну, есть такое. И, вы знаете, у меня очень хороший опыт в этом плане уже, как не нужно делать. И я уже научился считывать, даже в первом письме, в первом письме я уже считываю настрой человека и его компетентность. Это сказывается вот прям сразу. Я вам честно скажу, вот прям сразу на первых двух взаимоотношениях я сразу могу сказать, что вот человек по-деловому настроен, и у него есть действительно что-то, или нет, вот человек просто узнает для того, что, а может, получится, а может, не получится. Так вот рождается цель, но на этом я не останавливаюсь, а вот остановлюсь на том, что вот, посмотрите, необходимо написать на e-mail. Вы, Волков, дальше идет skyway.capital, да? Пишите мне с определенным, ну, небольшой текст напишите, дальше мы будем уже коммуницировать. Я дальше задам вопросы, либо уже лист опросник будет высылаться по ходу. Но в большинстве случаев, в большинстве случаев я выхожу после первой-второй переписки я выхожу уже с человеком в Zoom. Независимо от языка, независимо от страны, независимо от государства, это не влияет никак. То есть выходим с ним на контакт и уже непосредственно разговариваем. Сразу говорю вам, что еще плюс мы помогаем и нам, всем. То есть и мне, как партнеру, и вам, как партнеру. То есть мы убыстряем процесс. Потому что все-таки юнитские вот Stream Technologies, они вот, знаете, как зависали вот в этих вот моментах. То есть был такой, как пробуксовка у них, потому что, ну, нельзя не обработать запросы, правильно? Запрос пришел, его нужно обработать. А вот в 50% это пустушка. Не всегда. Иногда бывает так, что партнер просто уходит в стендбай для того, чтобы набраться, ну, не знаю, там, терпения, чего-то еще информационного, вот этого, напитаться информацией про наш проект, проверить нас. Это тоже очень много, очень часто. Уходит просто в сторону для того, чтобы проверить нас на составляющую, на компетентность. И когда уже они понимают, что да, все в порядке и действительно так есть, они возвращаются обратно. Поэтому я и говорю, что очень важно, очень важно на первых шагах делать правильные, уделять правильные моменты на первых шагах, я вот так скажу. Это очень важно, да? И, значит, здесь немаловажный такой фактор еще играет временная позиция. То есть, потому что вот уходит много времени на выяснение. Даже приведу пример, не буду называть страны, не буду называть там имена. Просто приведу пример, когда мы с человеком вот сейчас переписываемся уже, ну, наверное, дней, ну, неделю так точно. Неделю мы точно выясняем. И вот сейчас на седьмой день выяснилось все-таки, что он имел в виду и что он подразумевал под вот этой трассой, вот здесь вот так, а вот здесь вот здесь. И что он имел в виду туда-обратно и заворачиваем направо. Обязательно нужно везде, на каждой остановке завернуть направо. Что он имел, ну, в общем, целая такая вот работа плодотворная по выявлению, по подсказкам, что нет, давайте не так, а лучше вот так сделать, потому что у нас вот так работает наш вид транспорта, и для вас это будет лучше. То есть вот пока это все связывается, пока это все комплектуется, и когда мы все это упаковали, и все, мы понимаем, что да, эта трасса готова, она полностью зацикленная, она 67 километров, она здесь делает 30 остановок, на каждых остановках нужно вот это, вот это и вот это сделать. Здесь мы все поняли, мы определились с именно путевой структурой, мы определились с заказчиком, все. Вот в этот момент все, наша задача закончилась, мы колоссальное количество сэкономили у головной компании, но тем не менее мы сделали, я бы сказал, скажу так, мы сделали такую, знаете, ну грандиознейшую работу. Мы переломололи как мельница, вот, ну, оставили только самые зернышки, самые хорошие пшеничные колоски, вот так скажу, что, или зернышки, для того, чтобы из этой муки сделать хороший-хороший курич. Вот, вот именно для этого был сделан отдел именно при СВЦ для помощи ЮСТ, то есть отдел занимается подготовкой, поэтому вот я показывал вам, коллеги, еще раз покажу, то есть пишите мне на почту, но прошу вас не просто, а конструктивно. Конструктивно, по-взрослому давайте подойдем, сэкономьте, пожалуйста, мое время, потому что я, ну, правда, на сегодняшний день загружен очень так серьезно, и даже вот выделив сейчас, завтра я в 5 утра встаю, еду через границу, потом вылетаю в Минск, я выделил для этого время, и вот по ходу, потому что плотный, плотный уже график, там уже в Минске уже на сегодняшний день присутствуют коллеги из трех городов, и они уже ждут, и у нас завтра очень серьезная встреча вот в Unitsky String Technologies с техническим специалистом. Я к тому, что очень все четко и разбито, поэтому я буду, конечно же, просматривать почту, и если, если, я к тому, чтобы письма писались именно четко и по делу, хорошо? И сразу проговорю тоже такие моменты, друзья, коллеги и партнеры. Пожалуйста, не пишите мне по поводу технических поддержек, по поводу всевозможных моментов технических, которые решает наша техническая поддержка, правда. Я вот, я не решаю эти вопросы, я все равно их переправляю в техническую нашу поддержку. Вы это можете сделать сами сейчас техническая, и на сегодняшний день техническая поддержка у нас работает очень четко. Я знаю, что если они берут партнера, они его доводят до конечного результата. Любой конический результат, но он должен быть до конца. То есть не так, что... И сейчас мы перешли так, что если вас принял один специалист, этот же специалист как бы должен и довести вас до конца, либо уже передать с ответственностью. Поэтому и просьба не писать мне вот по техническим вопросам. Я, ну, просто их технически не решаю, а все равно передаю в технический отдел, но для меня это куча времени. То есть первое, когда было объявлено, что я руковожу этим отделом, ну, очень большое количество было писем, которые были направлены, ну, не в ту сторону. И мне... Я не мог их не проигнорировать и не ответить на них, и не переслать, но это заняло у меня очень большое количество времени. Хорошо? Вот. Еще раз вот здесь в левой стороне, посмотрите, V.Volkov, да, собачка Skyway.Capital. Это мой рабочий e-mail. Вот. Значит, вот здесь вот я пропустил. Те пишут, в YouTube у нас идет. Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. Добрый вечер, Таисия. Добрый вечер, Хенрих. Добрый вечер, Александр Вагнер. И здесь у нас тоже Манухов Герман. Привет. Приветствую всех. Приветствую всех, всех, всех. Вот, коллеги, поэтому в этом направлении работаем, да, и очень плотно, правда. И новости, вот, знаете, вот в чатах... Очень хочется, видите, какая энергия была, аж лампа упала. В чатах очень хочется поприсутствовать, почитать там все и так далее, да. Но вот сейчас не хватает времени, но тем не менее я все равно захожу и очень много вижу, когда партнеры там начинают дискутировать что-то и так далее. И вот находится один человек, начинает... Хотя он, в принципе, прекрасно знает, что у нас все хорошо, что в этих, ну, в колоссальных тяжелых условиях мы все-таки идем стабильно, выруливаем, обруливаем всевозможные камни, очень аккуратно идем, настолько аккуратно идем, чтобы ни в коем случае не хрустнула под ногой веточка. Потому что это очень важно сейчас в этих вот, ну, условиях санкции, условиях там всевозможных непоставок и так далее. Но тем не менее Антон Льдадыч делает все, и команда работает. Вот просто мы идем вперед, идем к нашей цели. Я как инвестор, я тоже, кстати, заинтересован, но не меньше, чем вы. Но когда я читаю, когда там люди пишут, что, а, вот это у нас ничего не получится, потому что где-то что-то нашли, с чего вы взяли, откуда человек взял эту информацию, ну, где-то там что-то ему показалось, потому что где-то там что-то, ну, поразительно просто. И я думаю, ну, что, ну, неужели люди не видят по информационной составляющей, насколько четко мы идем к нашей цели, и насколько правильно мы шагаем? Да, мы не быстро. Как мы можем в сегодняшних условиях убыстриться, если вся матрица и все, все, что вокруг нас, сворачивается и перестраивается, перетрансформируется? Вы посмотрите, что происходит. Но, тем не менее, мы четко идем, да еще и при этом подписываем МОУ и всевозможные контракты на те вещи, к которым мы должны, к которым мы стремимся. И это работает, почему, не почему. Вот все задают вопрос, Влад, можешь нам сказать, ну, хоть чуть-чуть там в краешком уха там? Конечно, нет, не могу, потому что подписанная NDA и так далее. Но, тем не менее, если вы посмотрите, если вы увидите и немножко хоть логически подумаете, и посмотрите, вот даже, да возьмем, хорошо, давайте возьмем Индию. Вы посмотрите, когда-то у нас был такой момент, когда почему-то тот министр, который был транспортом, обратил внимание на желтую прессу. Хотя, логически, если подумать, да, технология была, технология существует, и технология показала ему, они все приезжали и все видели, но почему-то, по каким-то причинам тогда ему показалось, что желтое пресса все-таки раскопало. Не наш человек был, потому что его сразу пространство удалило. На сегодняшний день пришел другой человек, поднялась обратно вся документация, посмотрели, и все началось... Я к тому, что то наработанное, те встречи, которые есть, те делегации, которые к нам приезжают, те персоны высокопоставленные, которые инкогнито приезжают и говорят, что не афишировать, это все не просто так. Все делается на опережение, потому что я сейчас столкнулся, что колоссальное время уходит, просто бешеннейшее количество времени уходит вот на это, на согласование, на всевозможные вещи, на трассировку, на просматривание. Здесь вот ему хочется так, и ему хочется пройти вот именно под кольцевой дорогой, а там, когда приходишь на место, именно в то место, где он хочет пройти под кольцевой дорогой, там оказывается, что слева очистные сооружения, справа лэп электропередач, а внутри закапан высоковольтный кабель, который, если брать, если проходить его над ним, ну, понимаете, о чем речь? И это все согласовать надо? А трассировку именно трассу, даже если партнер выбрал именно эту трассу, и он по этой трассе идет и начинает двигаться, там же идет согласование с жителями этой трассы. Это хорошо, когда трасса пустая. И это хорошо, когда новые поселения, как, допустим, взять Москва, Петербург и так далее, где-то в новом, за кольцевую туда уходят, новые города строятся, и там еще земли пустые. Это хорошо. А если уже есть какие-то построения, частные дома, или еще дачные кооперативы, или еще что-то рядышком, а если еще деревья растут, которые записаны в Красную книгу, или озеро, или еще... Это же надо все вместе, вот это все. Посмотрите, какая колоссальнейшая работа. То есть это просто... Это кажется, что сидишь с пультом на диване, щелкаешь телевизор, потом вдруг посмотрел в телевизор и говоришь, ну, что ж там Skyway ничего не делает? Делает? Да еще как делает? Я сейчас столкнулся с такими вещами и понял, что когда Анатолий Дадович говорит, что не нужно ничего говорить, нельзя об этом говорить, нужно, скажем тогда, вот сейчас в ближайшее время будет очень хорошая новость. Ждем. И будет к Новому году еще какие-то... А та новость, о которой говорил Анатолий Дадович про проекты, это что, не новость? Ну, конечно, новость. А все раскрыть, раскрыть в скобки и показать нельзя. Но нельзя. Нельзя, и у меня есть очень хороший пример, как-нибудь я на вебинаре, вот 22-го буду в Минске, спрошу, что можно говорить, что нельзя, какие вещи можно открыть очень так красиво. Вот. Расскажу именно как, почему нельзя. Для понимания, для партнеров, чтобы партнеров успокоить и направить в правильное именно русло. Правда, вот без всяких этих. Я понимаю, что именно на сегодня, вот именно в данной ситуации нам как никогда нужно, как никогда нужно быть на чеку, коллеги. Вот, правда, без всякого, по-взрослому и без шуток уже. Вот просто шутить нам уже, ну, нельзя. И ошибок нам вообще нельзя делать. Вот, правда, нельзя делать. Я, например, вот ни один МОУ, ни одно соглашение, ни с каким партнером, я ни в коем случае вот не подписываю и даже не отсылаю на подпись, прежде чем юрист не проработает. Потому что обязательно кто-то что-то туда, что-то запрячет и обязательно где-нибудь что-нибудь захочет вот поиметь с нашей компанией, при этом не сделав, не выполнив обязательства. Но при этом вставит обязательно какую-нибудь там шестую или седьмую позицию, которую мы должны выполнить в том случае, если ничего не получится. Но это не работает так, друзья. Это так не работает, потому что должны быть ответственности у каждой страны и у той, и у той. Но это работа. Я к тому, что вот много очень таких скрытых за спиной моментов, о которых, конечно, партнеры, может быть, догадываются, но просто их упускают. А работа, конечно, колоссальная. А не говоря уже о Арабских Эмиратах. Вспомните прекраснейший нас фильм, когда говорили, что «Восток – дело тонкое, Петруха». Вот. Друзья, вот как бы вот так. Сегодня такой философский у нас получился вебинар. Но, тем не менее, пожелайте мне удачи в полете до нашего прекрасного города Минска. И там нам нужно пожелать очень хороших переговоров с коллегами. И посещение. Мы посетим «Экотехнопарк». А там далее мне придется остаться там в «Экотехнопарке», потому что на следующий день конференция будет, это ежегодная конференция именно с космосом связанная. И я останусь на эти полдня специально, чтобы посетить эту конференцию, еще раз повстречаться со специалистами, еще раз переговорить с техническим отделом, еще раз переговорить с инженерами, еще раз переговорить с высокопоставленными лицами нашей компании во всех моментах, подкрепиться, знаете, как это, взять вот этой энергией еще для будущих событий. И вечером в 19.00 мы возвращаемся обратно. Вот такой тур, друзья, у нас будет, и он очень важный для всех нас. Поэтому, друзья, работаем в нашем направлении, работаем очень хорошо и работаем на опережение. На опережение не стоим. Даже в этих тяжелейших условиях, таких серьезнейших, мы идем вперед. Работаем, работаем. Я знаю точно, что как только начинаешь двигаться в этом направлении пространства, подстраивать все события для того, чтобы это получилось. Но, здесь одно но. Намеренность должна быть благая. То есть с благими намеренностями и с нашей светлой технологией мы точно это сделаем. Я знаю это точно. Все, друзья, на сегодня все. Буду готовиться к завтрашнему утреннему выезду. Поэтому всех вам благ, хорошего вечера и до следующих вебинаров. Все, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Всем спасибо. Вот я вижу в комментариях пишут легкого полета вам, сделаем новостей. Спасибо, спасибо. Палитина. Отлога, брата, спасибо. Спасибо. Таисия. Спасибо. Спасибо. И Герман, удачи. Я был в Терпе, с вами был в Городской авиации. Взаимно, Герман. Взаимно, и всем нам благ, друзья. Мы обязательно это сделаем. Я знаю это точно. Теперь, вот теперь, мы будем знать точно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok